Музыка За последнее время анонсировали сразу несколько новых адаптаций игровых вселенных в киношном формате, а некоторые проекты обросли новыми деталями. Мне захотелось напомнить себе, а заодно и вам, раз ужин взялся, что новенького нас ждет по этой теме. Но также учтите, что я расскажу только о тех картинах, которые имеют хоть какие-то подробности и кажутся все еще живыми, а не как что-то по Call of Duty, замороженное на неопределенный срок, или застрявшее в производстве у Джей Джей Абрамса Half-Life и Portal. В этот раз про сиквелы я тоже не буду рассказывать. Этот рыцарь проклят. Ты тюфяк, как и все они. Самая ошеломительная, на мой взгляд, новость пришла откуда не ждали. Netflix вместе с Ubisoft хотят сделать фильм по мотивам Beyond Good and Evil. Это значит серии, которую мы не знаем, когда дождемся вторую часть, а первая была так давно, что мало кто уже помнит. Ну, кроме меня, конечно же, я ее очень люблю. Но самое интересное, что уже назначили режиссеры. Им стал Роб Леттерман. Он поставил детектива Пикачу, к слову говоря, недавно. БГЕ планирует сделать в том же ключе, совмещая 3D-графику и живые съемки. При этом описывают картину как эпическое приключение космических пиратов. Что, в общем-то, больше похоже на разрабатываемую вторую часть, а не на первую. Вроде как это и логично. Хотят привязать к ее релизу, очевидно, чтобы подстегнуть, заинтересовать и что-нибудь такое. Я всего лишь умеренно скептически отношусь к этой новости. Потому что французы все же доводили своей экранизации до конца. Они просто их пачками анонсировали, как другие. Ассасин был, Принц был, Кролики на телевидении были. Но еще, кстати, был и Фар Край. Хоть и вот у Вибола. Но все же был. В планах, конечно же, у Юбисофт значительно больше всего. Но все, по-моему, пропало без вести. Например, Ваджи Доксы. Их давно хотели сделать. Сплинтер Целл и Гоуста Рикон. БГЕ реализовать, на мой взгляд, еще сложнее, чем эти проекты. Так что я просто надеюсь на положительный исход. Но не очень сильно, если честно. А сейчас у меня для вас реклама. Когда вы решитесь оставить ненадолго видеоигры, выбраться на улицу, с друзьями в поход или с семьей на пикник, вам может пригодиться Биван. В данном случае я показываю версию 2.0. Улучшенную. Да, это то, что вы подумали надувной диван. Но насос для него не нужен. Достаточно зачерпнуть в него воздух, и через пару минут он уже готов к использованию. Не сдувается в течение 12 часов, если вы правильно все сделали. Выдерживает вес до 300 килограмм. Также легко сдувается, как и надувается. Компактный, весит всего 1,5 килограмма. Имеется пара карманов, мембрана, чтобы удобно было спать лицом вниз, и крепление для колышков и подсветки. 10 разных цветов и скидка 25% в следующие 2 недели в официальном магазине по промокоду PIXEL25. За несколько Биванов разом еще скидка. Только запомните, Биван не предназначен для плавания на нем. А все нужные ссылки в описании. Зато Splinter Cell все еще подает признаки жизни. Судя по всему, уже без Тома Харди. Потому что в формате мультсериала. Сценаристом стал Дерек Колстон, отвечавший за Джона Уика. Справиться ли он со шпионским триллером, не тот вопрос, который нужно задавать. А кто и как будет делать этот мультфильм? Кошмарное 3D с унизительной анимацией модно и молодежно. Netflix не раз такое брали в производство. Ну, вспомните хотя бы по форсажу, что у них там получается. Учесть нужно ровно две вещи. Netflix только деньги дают, но самоличная ничего не производит. Так что выбор плохого 3D на совести, наверное, создателей. Ко всему прочему, Splinter Cell же не для пятнашек. Последняя игра была 7 лет назад. И поднимались темы чуть сложнее, чем в стандартном мультфильме. Это правительственные заговоры, международный шпионаж и все такое. Очевидно, что и визуальный стиль должен быть серьезным. Но выделят ли на такое много ресурсов? Как бы ни получилась глупая ситуация, когда Сэма все же попытаются продать подросткам. Зачем-то? Ну, потому что в головах людей зачастую мультфильм это для детей. Поэтому мне кажется, что они могут так поступить. Ну, это же глупость. И Ubisoft должны это понимать. Это шик франшиза. Ну, как там все организовано, это же очень большой вопрос. Но похоже, что на адаптацию The Division для той же Netflix не собираются скупиться. Серия жива, продавать надо с помпой. А потому на главных ролях уже числятся Джейк Джилленхолл и Джессика Частейн. А режиссером Дэвид Лич. Вновь вспоминаем Джона Уика в Суе. И сюжет Дивизии настолько сейчас актуален, то есть вирусы, все такое, что нельзя тратить время и уже пора выпускать. Или хотя бы начать делать. Но в этой ситуации, опять же, очень сложно. Сейчас съемки проходят, то закрывают их, то опять открывают, то опять закрывают. Прошел целый год с анонса, и пока все еще ничего. Вторая часть тем временем не оправдала ожиданий Ubisoft, и не загнулось ли все. Ну, пока никто не знает. Для агентов спецотряда, которые все еще пытаются спасти страну, это время выбить врагов из их крепостей. Аниме по Киберпанк 2077 идея, если не на миллион, то достойная. Во-первых, потому что выбрали студию, Триггер, известную по Kill La Kill, Гридман, PNA Brand New Animal и Promar. То есть они используют крайне традиционный визуальный стиль для жанра, то есть без грибучего 3D. Все же видели, что там с новым Ghost in the Shell сделали. Да, просто отвратительно, по-моему. Во-вторых, повторить историю не будут, поскольку в этом нет смысла, так как вселенная сама по себе большая, и нечего зацикливаться на Wii. Имеет смысл ее расширять и знакомить с другими персонажами. А если вдруг игру ждет успех и задумают вторую часть, то аниме как раз скрасит ожидания между релизами, потому что выход Edge Runners запланирован на 22-й год. Кто, как не японцы, должны делать про Киберпанк, да? Кто за работа, Декс? Мы хоть живыми вернемся? Может, перейдем к делу? Фильм по мотивам Borderlands планировали еще лет 5 назад, с чудным сюжетом, где, по слухам, Лилия должна была спасать на Пандоре малютку Тину для директора Атласа. С тех пор постановщиком стал Элай Ротт, известный скорее не своими низкобюджетными ужастиками типа Хостел или эротическим триллером с Киану Ривсом и Анной Д'Армаз, а ролью жида-медведя в Бесславных Ублюдках. Странный выбор, на мой взгляд, для фильма, который теперь, опять же, по слухам повторяет сюжет первой игры. Четыре искателя хранились, шарятся на Пандоре в поисках инопланетных технологий. Похоже, никакого красавчика Джека, во всяком случае, в первой части. Планируют наверняка опять трилогию, как это обычно бывает с подобными франшизами. Что может стать упущением? Все-таки это довольно яркий персонаж, который может больше привлечь внимание любого стороннего человека, не обязательно фаната этой серии. Зато в роли той же Лилит у нас неподражаемая Кейт Бланш. Ей, конечно, уже 51 год, что на 15-20 больше, чем я бы счел комфортным для этого персонажа. Без обид. Она все еще ягодка, и вообще сюжет могли построить несколько иначе. Да и, в принципе, это не должно помешать. Сам я не фанат серии, но вселенная там поехавшая, шутки, юмор, и их мне зачастую нравятся. Клэп-трэпа бы не забыть, и, мне кажется, все получится. Это можно продать обычному зрителю. Зачастую голливудские экранизации игр существуют не для фанатов, а для всех остальных, чтобы другую аудиторию привлечь к этой франшизе, к этой серии. Очень неожиданно анонсировали в этом году и сериал по Fallout, что еще круче производством занимается Джонатан Нолан, то есть брат Нолана-гения, и его компания, которая уже была ответственная за мир Дикого Запада. Сериал такой был, если вы не в курсе. Права на показ купили Амазон, так что можно надеяться хотя бы на качество, вне зависимости от того, как вы относитесь к Quest World, который я, например, бросил на середине первого сезона. Чего-то не пошло. Про что этот сериал будет хз? Да и неважно до тех пор, пока дословно не станут экранизировать какую-нибудь третью или четвертую часть. Или, не дай бог, вообще 76. Богатую вселенную, на мой взгляд, нужно использовать для чего-то более безумного. Ну, не знаю, сделать бы, например, про парк развлечения Newka World. Или что-то такое сумасшедшее совершенно. Ну, пусть даже если будут экранизировать уже существующие сюжетные линии. Важно не забыть, что Fallout делает Fallout'ом. Секреты в All-Tech, Супер Мутанты, Анклав, Братство Стали, Гули в космосе, черный юмор и расчлененка. Без перка Блади Месс и правильной музыки даже не начинайте делать этот сериал. Но примерных дат все еще нет, поэтому никто не знает, когда это случится. Мне почему-то очень приятно, когда известные актеры сами заинтересованы в определенных игровых франшизах. Что зачастую может просто положительно повлиять на их экранизации. Так, канадский актер Райан Рейнольдс и его производственная компания взялись за Dragon's Lair. Это такой интерактивный мультфильм для аркадных автоматов, вышедший в 1983 году. Где рыцарь Дирк всего-то должен был спасти секси-принцессу от злого дракона, нажимая вовремя кнопочки. Именно так. Это очень древняя разновидность QTE. Зато в те времена мало какая игра выглядела настолько красиво. Хотя, по сути, это и были короткие куски видео, которые проигрывались в соответственном происходящему порядке. Райан, очевидно, метит на роль рыцаря, а аниматор, создавший эту красоту, Дон Блуд, числится продюсером. Дат, как всегда, нет. Нетфликс не торопится. У них деньги имеются абсолютно над все ваши идеи, которые могут прийти в голову. Будет чем кормиться все время до релиза фильма Dragon's Lair. Выглядит все так, что в активную фазу вошло производство сериала по первой части The Last of Us. Раньше-то Sony планировали фильм, но сейчас решили в пользу более продолжительного формата. Историю не станут сильно менять, а вот деталями обещают насытить. Отрадно, что Нил Дракман участвует в процессе. Это в теории должно минимизировать количество отсебятина. Главным сценаристом же числится Крейг Мейзин, создатель мини-сериала «Чернобыль». И он не просто так занял это место. Не только потому, что талантливый, а еще любит видеоигры в принципе. Ну и эту в частности. Своей радости он и не скрывает, и постоянно делится новой информацией. Так недавно рассказал, что собираются вернуть некую шокирующую удаленную сцену из игры. После того, что было, того, что я сделала, я не могу все бросить. Одни из нас, так же как и предыдущее творение Мейзина, создается для HBO, которые не часто идут на компромиссы. Любят дорого, богато и очень серьезно. Правда, как и Netflix, они очень любят лесбийскую, гейскую и вот эту ЛГБТшную тему сейчас продвигать в своих сериалах. И расовый торф в том числе. Так что, ну это на самом деле не вина компании, а вина в принципе общества, которое сейчас это любит на Западе. Критически важный момент, на мой взгляд, с данным произведением, это актеры. Без правильных типажей все остальное развалится. Интернет уже предложил Костера Вальдау на роль Джоэла и Кейтлин Девер на роль Элли. Оба справятся. И я первый, кто будет радоваться такому исходу. А если нет, ну тогда зачем мне этот сериал, если первая часть до сих пор неплохо смотрится и играется? Фильм по Uncharted никогда не был так близок к своему воплощению, сменив шесть режиссеров и несколько концепций. Так долго тянется эта вся голематья, что актер Марк Уолберг постарел и вместо Дрейка играет теперь Салли. Ну ладно, это на самом деле отчасти шутка. И всего лишь отчасти. Просто пересмотрели концепцию. Сейчас она состоит в том, что теперь сюжет про молодого Нейтана. Его играет дружелюбный сосед Том Холланд. А значит и добродушный усач тоже должен быть помоложе. Вдохновляются создатели, говорят, что четвертой частью. А в съемках также участвует Антонио Бандерас. Ставлю на то, что он играет ладея. Съемки собирались начать в этом году, но палки в колеса голливудской машины вставил ковид. Поэтому старт был дан только в конце июля. Рубин Фляйшер с одной стороны снял шикарный Зомби Лэнд. А с другой Зомби Лэнд 2 и Венома. Они не отвратительные, но уж очень сухие проекты. Возможно по вине продюсеров. Но так или иначе. Главная загвоздка не в нем, а в концепции, на мой взгляд. Никто ведь не хотел историй про совсем уж молодого Дрейка. Без Елены, Хлои. Но видимо, как обычно это и бывает, делают не для нас, а для остальных. То есть не для геймеров, а для более широкой аудитории. Потому что они творят обычно все, что возбредет. Да и мы уже любим эту серию. Нужно знакомить других с прекрасными персонажами и этими историями в стиле Индианы Джонса. Кстати, если кто не знал, Индиана Джонс снова и будет с Харрисоном Фордом, которому сколько лет. Да и предыдущая была. Ну, в общем. Лучше Дрейк. Лучше молодой даже Дрейк, чем новый Индиана Джонс, на мой взгляд. Ну, посмотрим, что получится 16 июля следующего года, если до конца года не случится нападение инопланетян или библейского потопа. Он с таким трудом завязал с этим делом. Я его не вынуждаю, он сам решил. Про неугомонных казуалов из серии The Sims хотят снять фильм аж с 2007 года. 20 век Фокс это собирались сделать. Купив компанию, Дисней первым делом пристрелила эту метафорическую лошадь в вагонии. Ходят слухи, что теперь Legendary Pictures примут попытку сделать то, что не смогли Фокси. Неизвестным образом актеры будут играть одновременно и реальных людей, и аватаров в игре. Главную героиню Кейти описывают как добрую, но нелепую девушку. А ее друга Клиффа называют милым нердом. В рамках этой концепции можно сделать вообще все, что угодно. Но, сдается мне, это быть романтическая комедия. Лишь бы не слишком банальная получилась, а с хорошей такой долей иронией. Над всем, абсолютно. Высмеивать стоит, как и очевидные клише киношного жанра, в стиле фильма разве это не романтично, с Рэббл Уилсон, так и глумиться над самой игрой. Ее проблемами и особенностями. Вроде того, как игроки любят мучить своих подопечных и искать все более изощренные способы их убивать. Пора уже делать фильмы для современной аудитории, века интернета, то есть с постмодернизмом и всем таким. И Симсы очень удобный вариант для таких экспериментов. Поэтому пути, судя по тем же слухам, развивают экранизацию градостроительного симулятора Сим-Сити. Из нее хотят сделать комедийный фильм-катастрофу. Ну, потому что мы все в какой-то момент терроризировали жителей своего города землетрясениями, торнадо, инопланетянами и годзиллами. Отличная идея, на мой взгляд. Лишь бы было это правдой. Из свежего, наверное, все. Но напомню, что сериал по Хейла уже с укомплектованным актерским составом в производстве. А занята съемками студия самого Спилберга. В прошлом году ожидали, что к 21 году только закончат создание. И эти планы наверняка уже пошли куда подальше. Из-за ковида, опять же. Также у нас Just Cause меняет сценаристов как кончарта режиссера. Уже знакомый вам по этому ролику Дерек Колстад был назначен совсем недавно. Он уже седьмой. Поможет ли это сдвинуть процесс с мертвой точки? Не факт. Джейсон Мамоа все еще играет Рико Родригеза? Не факт. Нужна ли была эта экранизация в принципе? Ну, вы уже, наверное, поняли, к чему я кладу. Sleeping Dogs с Доней Йеном тоже никак не могут снять, как и Дюка Нюкема с вероятным Джоном Синой. Фильм по Metal Gear давно в аду, хоть и с режиссером. Saints Row также на ранних этапах производства. Мультфильм по Супер Марио и его не супер брата от Illumination все еще запланирован на 22-й год. Некий новый сериал по обители зла для Netflix накрылся медным тазом, во всяком случае временно, из-за пандемии. Но, по слухам, там такая дичь будет происходить, которая отношения вообще никакого не будет иметь к игре, поэтому пускай идет туда тар-тарары. Анимационный Devil May Cry от Ади Шанкара тоже пока в неизвестном состоянии. Это создатель, между прочим, косливания анимационной. То есть может получиться неплохо, в принципе. Из ближайших фильмов по игровым вселенным имеется у нас только Monster Hunter с Милой Йович, которые перенесли на следующий год. И новая смертельная битва тоже выйдет в 21-м. Ну а остальное все уже сиквы к известным нам картинам. Второй Соник, второй детектив Пикачу и вторая расхитительница гробниц. Мы справимся, ты и я. Ну и на этом, наверное, все. Пока не очень радужные перспективы на ближайшее будущее, но более прекрасное далекое лично меня интригует. Всем спасибо за внимание, смотрите игровые экранизации на здоровье. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok